Вор в законе Зураб Кутаиский, грузин Янделадзи Зураб Мурманович, более известный под воровским прозвищем Зура Кутаиский, пожалуй, рекордсмен среди воров в законе по количеству депортаций из разных стран или неудавшихся депортаций. Этот человек явно не испытывает должного петь это к государственным границам и законам о гражданстве, а все потому, что, как оказалось, гражданства у него попросту нет. А еще в его биографии есть сорванная женитьба, вторая фамилия и, конечно же, несколько тюремных сроков. Родился обладатель столь необычного жизненного пути в городе Кутаиси, Грузия, 29 марта 1977 года. Интересно, что в криминальных сводках он фигурирует под двумя разными, как бы параллельно упоминающимися, фамилиями, как Янделадзе, так и Маргвелашвили, правда, неизвестно, благодаря какому жизненному повороту появилась вторая фамилия и насколько она подлинная. Среди его родни был влиятельный грузинский криминальный авторитет, Зураб Лассабиридзе, Именно в его честь Зураб Янделадзе, по другому произношению этой грузинской фамилии, Янделадзе, получил свое имя. Вполне вероятно, что именно это родство сыграло свою роль еще и в том, что молодой грузин выбрал по прищам своей деятельности криминал. При своении титула вора в законе из родной Грузии Зураб Янделадзе перебрался в РФ. Больше всего событий его последующей жизни было связано с уральским регионом. В 2004 году, когда он получил свой первый длительный срок, он проживал в городе Миас, в качестве криминальной корпорации, которая оказала ему покровительство и в итоге дала добро на присвоение статуса законника, Зураб Кутаиский избрал клан Деда Хасана. Впрочем, как очень многие воры в те годы, ведь этот клан был наиболее могущественным. 2008 год Зураб проводил в исправительном учреждении в городе Балашове, отбывая двойной срок по двум статьям, о разбое и грабеже, что, собственно, и характеризует круг криминальных интересов Янделадзе. Два суда в городе Златоусте, в ноябре 2003 и в июле 2004, присудили ему сидеть до 2010 года, итого, 6,5 лет. А в 2006 году он, к тому же, умудрился получить еще два года, не выходя из-за решетки, решением Оренбургского суда. Так вот, пока Зураб Кутаиский находился в заключении, в 2008 году в Москве прошла первая воровская сходка, где принимались решения о коронации новых воров. Причем присутствовали на ней первые лица криминального мира, сам Аслан Усаян и Вячеслав Иваньков, влиятельный вор и япончик. Там тогда и приняли решение короновать Зураба Янделадзе, а вместе с ним и еще несколько приметных персонажей. Например, Вадика Краснодарского, Осетрину-младшего и Д.Р. Однако с учетом того, что отбывающий наказание Зураб физически поприсутствовать на сходке не мог, подход к нему совершили те воры в законе, которые находились в тот момент в стенах одного с ним исправительного учреждения. Это были Рауль Кире и Гурам Сванидзе, Тбилисский. А по традициям воровского сообщества быть коронованным в тюремных стенах – наиболее почетно. Такие коронации реже всего подвергаются сомнениям. Участие вора в подавлении бунта заключенных из заключения Зураб вышел в мае 2010 года. И дальнейшие его злоключения оказались связанными не так с преступлениями, как с отсутствием уроженца Грузии и российской прописки. Так, после выхода на свободу он вернулся в МИАС. Там, в 2012 году, его и задержали, поскольку российского гражданства у него не оказалось, ему присудили депортацию и запрет на въезд в РФ до 2016 года. Причем были варианты того, какая страна могла бы его принять – Армения, гражданство которой, вроде как, было у кутаиского на тот момент, или родная Грузия. Но помог удивительный случай – в том 2012 году в одной из челябинских исправительных колоний вспыхнул бунт, и местные правоохранительные органы приняли решение не депортировать законника, а использовать его, как имеющего влияние на заключенных, чтобы уладить эту проблему. Благодаря этому депортации тогда не произошло. Как полиция сорвала свадьбу вора в законе в 2013 году его задержали уже в Дзержинске. И тогда депортация все-таки осуществилась. Законник улетел в Турцию, где имел дело с обитающими там грузинскими ворами, в частности, Слоту Гули. Однако надолго Зураб в этой стране не задержался и нашел способ вернуться в Россию, где его не ждали. Именно с этим задержанием 2013 года связана курьезная история. Остановив автомобиль Зураба, полиция не дала ему прибыть на его собственную свадьбу. Дело в том, что официальное бракосочетание считается весьма нежелательным для воров в законе, и по канону за это могут даже лишить воровского титула. А то, что он коронованный вор, Зура Кутаиский подтверждал правоохранителям при задержаниях. И, возможно, огласка информации о свадьбе была компрометирующей информацией для воровского сообщества, чего и добивалась полиция. Гражданин мира впрочем, ни воровские, ни официальные законы не помешали вору отзавестись семьей. И именно дело семейное стали косвенной причиной его следующего задержания. В 2016 году Зураба Кутаиского задержали в аэропорту Шереметьево, а ведь он даже не собирался никуда лететь, а просто встречал тещу. Тогда оказалось, что никакого гражданства у этого человека нет вообще, и никакая страна мира не может принять его как своего гражданина. По этому факту его поместили в Егоревский депортационный центр, тюрьма для лиц, ожидающих принудительной депортации, где он провел два года и вышел в феврале 2018 года. Но, поскольку проблема гражданства для вора так и не решилась, выйдя, он не покинул страну, а решил пожить на нелегальном положении у той самой тещи, обитающей в Нижегородской области. И при очередном задержании в сентябре того же 2018 года в Одинцово он вновь оказался нелегалом. Учитывая количество предыдущих задержаний по этой же статье, вору присудили пожизненный запрет на пребывание на территории РФ. Соответствующее постановление вышло с подписью заместителя министра внутренних дел. Но Зураба Янделадзе опять нигде не ждали, и он опять попал в хорошо знакомый Егоревский депортационный центр. А в марте 2019 года наконец решился вопрос со страной, которая оказалась готова принять депортированного, и Зура Кутаиский улетел в Грецию, где и находится по сей день. Продолжение следует...